здравствуйте еще раз всем привет как хочу эти видео о кораблю 9 ранга вольф м рассмотрим его как боевой корабль который в отличие от предшественника восьмого о вольфа немножко отличается так 5 ранга поэтому на него уже устанавливается можно больше модулей уже высокоранговых соответственно у него есть уже своя пушка своя пушка 11 уровня плазмер который который достаточно неплохо себя показывает боях но за неимением его можно также использовать генератор сингулярности пользы сейчас рассмотрим все-таки с плазмером его как как удар и так основное вооружение это плазмер новое орудие у данного орудия очень высокая скорость снаряда поэтому и дальность рыбы достаточно неплохая то есть в боеприпасы можно установить как сверх новую так и дефлектор опять же давайте будем рассматривать что это федеративный более контактный корабль будем рассматривать со сверхновой дефлектор сверхновая боеприпасы ракеты также будут огненный шторм у нас далее в двигатель в двигателе мы ставим два боковых двигателя скорости у нас достаточно повышаем маневренность двумя боковыми двигателями в энергоблок в энергоблок мы ставим полный перегрев ридевый теплоотвод урона у нас достаточно данного орудия 2 800 в секунду поэтому энергоблок повышаем скорострельность щит щит мы ставим естественно адаптивный адаптивный щит и новый новый щит это модификатор щита отпор который увеличивает заря щита внутри нас процентов за каждого противника в радиусе трех с половиной дополнительно увеличивается впечатление щита на 5 единиц что очень неплохо делает нас довольно таки выживаем на скорости кораблик достаточно неплохой получается в корпус ставим гальванизированную броню гальванизированную броню и сопротивление кинетическому урону система динамической защиты соответственно повышаем выживаемость на где-то повысится у нас до 20000 в итоге будет такой же в маневренный мини так как ахиллес в компьютер со она и и будем стоять усиленный сканер который увеличивает радиус сенсоров и увеличивать шанс крита на 2 процента боевых это бульфом боевая перезагрузка и форсированные наведения москов обычно далее идет кинетическая волна это новый модуль для данным для данного корабля совершает вар прыжок по курсу корабля все корабли в рай в радиусе полтора тысяч метров от точки завершения war потеряют управление на пол 13 секунды в зависимости от того как вы прокачали этот модуль очень неплох прибыть куда-либо быстро либо убежать от кого-то прыгнуть в бой или наоборот выйти из боя данный модуль нас будет делать очень таким мобильным подвижным соответственно с высоким уроконом будем так сказать что-то среднее между вольфом и ахиллесом мы можем и серийно начать убивать и точечно носить большой урон по кораблям ремкомплект опять же москов из-за импланта экипажа 82 смотрим экипаж для данного корабля 13 стабильно далее повышаем компенсируем дальность стрельбы нейроконтроллер альбатрос это 22 дабы скомпенсировать нам дефлектор сверхновую в боеприпасах которые у нас стоит далее 33 это стабильно 4151 и здесь же мы опять же увеличиваем шанс крита 6 2 мы меняем в отличие от вольф м все остальное стандартно 7 2 8 2 и 9 1 соответственно мы получаем кораблик с очень неплохой скоростью очень похоже в маневренностью и очень высоким уроном как за один выстрел так и при включении спецмодуля кораблик становится очень опасным и может даже по урону поспорить с ахиллесом соответственно и по маневренности данная данная ударка будет очень хорошо смотрятся как их pvp атаки на других боях соответственно и дальность стрельбы у нас средняя три с половиной тысячи очень неплохая вот собственно fit на данный корабль следующем видео мы объясним далее более высокие ранги ударных кораблей на пока вот эти три корабля у них фиты надеюсь вопросов по них у нас глаз не возникнет если что будете писать лично переговорим и обсудим имеющиеся у вас вопросы все всем пока и до встречи